Ну, во-первых, конкурс не закончился, к сожалению. Так случилось, что в субботу было вывешено в интернете объявление, что конкурс продлен на две недели. В понедельник до трех часов по условиям конкурсов, не позднее 17 числа в 15.00 в комнату номер такой-то, не помню, где в департамент комитета по управлению имуществом и земельных отношений Тульской области должны были быть сданы проектные документации. Поэтому на самом деле о том, что конкурс может быть продлен, я узнал из звонка Гусевой Веры Анатольевны. Первый звонок был во вторник, в четверг мне сделали звонок по поводу того, что принято решение о продлении конкурса. Короче, все участники, Андрей, ситуация получается, на мой взгляд, крайне неприличная и крайне негативная. Я считаю, что коллеги, которые... Вот понимаете, губернатор первый раз за много-много лет объявил архитектурные конкурсы. То есть вот после моего ухода с поста главного архитектора был проведен только один конкурс. Я не помню, просто когда ушел, но это уже более 10 лет. Был проведен только один конкурс, до этого они проводились достаточно регулярно. Губернатор пошел на то, чтобы объявить два конкурса. Мало того, первый раз в истории города Тулы губернатор стал председателем конкурсной комиссии. Ну, ребят, это настолько поднимает значительность конкурса, что это трудно с чем-то сравнить. И мы, вот знаете, у творческой интеллигенции хорошим тоном уже давно считается ругать власть. А вот тот, что называется, посмотрите на себя. Это что, губернатор решил продлить? Это что, комитет по управлению имуществом или земельным ресурсом решил продлить? Это значит, кто-то из моих коллег через кого-то решил немножечко пролоббировать и отодвинуть, потому что кто-то из них не успевает. Такое решение у нас изначально людей ставит неравное положение. Я мог бы еще где-то гипотетически допустить, что на закрытом конкурсе такое возможно, когда, скажем, участвуют конкретных 5 или 10 команд, где руководители которых ты знаешь, и к тебе там обратились 2-3 команды и сказали, вот мы не успеваем, можно продлить. И по согласию со всеми остальными, да, все остаются в равных условиях. А вот теперь смотрите, московские архитекторы или наши молодые архитекторы, они готовили свою документацию к сдаче в понедельник. То есть они заплатили деньги за планшеты, за размножение и так далее. И им вдруг в субботу, в лучшем случае, если они узнали... А скорее всего они узнали о том, что конкурс продлен, когда принесли свои планшеты задавать. Понимаете? Они не будут отыгрывать эту ситуацию. Мало того, для молодых архитекторов тот гонорар, который там объявлен, это очень большие и хорошие деньги. И получается, что изначально кого-то сразу поставили в неравную ситуацию. То есть те, кого заранее предупредили, то есть они как бы знали, они спокойно еще 2 недели дорабатывают. И, кстати, не приму никаких окивоков по поводу того, что вот за счет этого больше участников, вот за счет этого качество проектной документации выросло, людям будет интереснее проект. И смотреть, ребят, не успеваете, если вы так радеете за город, принимайте участие вне конкурса. И победитель посмотрит ваш проект, если посчитает, что что-то интересное, может включить в том числе или жители посчитают, что ваш проект что-то интересное. Может включить. Просто такими решениями архитекторы из архитектуры, как застывшие музыки, делают просто застывшую экономику. Понимаете? Когда идет процесс проектно-изыскательских работ, да, сроки очень часто сдвигаются и изменяются. Потому что это очень сложные, многопрофильные процедуры. И там сроки сдвигаются от того, чтобы вовремя геологию не сделали, технические условия не получили, еще что-то. Здесь открытый конкурс, здесь люди, как сказать, выражают в себя свои идеи. Я, например, безумно люблю участвовать в конкурсах, причем, как бы, понимаете, ты можешь и денег не заработать. Но дело в том, что конкурсы – это единственная, скажем, возможность выразить себя как архитектора, без заказчика, без какого-то давления высказать свои архитектурные идеи. Вот не имею в виду прорисов, да, между заказчиками и твоими идеями. Абсолютно точно. Мало того, конкуренция с коллегами дает такой хороший драйв, что всегда хочется сделать лучше, лучше, лучше. Это прекрасное начинание, это замечательно, что стали проводить такие конкурсы. Но я просто, как бы, хочу высказать свое просто негативное отношение. Вот такими вот приемчиками можно любое замечательное, в общем-то, начинание превратить, ну, не в фарс, но, в общем-то, в достаточно недостойные действия.